Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 25 ноября. И вот продолжая выбор сортов томатов, я хочу уже отойти от темы теплиц, потому что на прошлой неделе я все говорила про теплицы. Какие сорта идеальны для теплиц, как хорошо или нет в теплицах плодоносят вот эти вот для открытого грунта. Сейчас эта тема будет именно для тех, у кого нет теплицы. У кого нет теплицы, но кто хочет вырастить, получить полноценные вот такие крупноплодные мясистые томаты в открытом грунте. Даже в таком регионе, как у меня, вот у меня Сибирский регион, есть проблемы, есть сложности. И весной поздно наступает тепло, и осенью в сентябре рано вот нас примораживает. Но все-таки есть сорта, которые можно вырастить на улице. Я сейчас буду говорить о томате Бердский крупный. Он у меня в каталоге под номером 123. И он такой как бы среди других томатов, которые многие рекламируют, восхищаются. Он вроде как бы неприметный и стоит в стороночке. И люди о нем, возможно, не знают. Я вот специально сделала распечатку, что о нем написано. Если вот вы прочитаете, даже у меня в каталоге, ну и на пачках скупо очень пишется, написано. Бердский крупный, среднеранний, полудетерминатный, урожайный крупноплодный сорт томата для открытого грунта и пленочных укрытий. Высота куста до 1 метра требуется подвязка к опоре. Конечно, прочитав вот такую, как сказать, рекомендацию или описание, ну не за что там зацепиться. Нигде не написано, что он самый сладкий. Нигде не написано, что вот он такой прекрасный, восхитительный. И если новичок будет идти, вот, например, даже по моему каталогу он будет идти-идти, он, конечно, через него перепрыгнет. Ни названия не впечатляет, ничего. Но я хочу рассказать вам о нем поподробнее и, возможно, кто-то из вас откроет для себя тот сорт томата, который останется у вас надолго. Самое главное преимущество этого томата, а я сразу скажу, что я выращиваю его уже несколько лет, есть про него и видеообзоры, летние, все. Кто не хочет зимнее, это рассказ слушать, посмотрите летнее. Самое главное его преимущество, это то, что он вам даст крупные, вот такие вот мясистые плоды в открытом грунте, без применения теплиц, без каких-то дополнительных, посторонних усилий. Почему так происходит? Вот даже у меня он вызревает очень рано. Это происходит, потому что, несмотря на то, что у него плоды крупные, написано, что он полудетерминатный и до одного метра, он не тратит время на формирование вот этого высоченного куста. Обычно крупноплодные томаты, у них есть такой грешок, они почти все высокие. И они вот этот вот высокий куст, он формируется, формируется, формируется. И пока все это формируется, оттягивается созревание вот этих вот плодов. А тут куст метр, он сформировывается очень быстро. И он поспевает одним из первых, потому что куст уже все... А, еще одно преимущество, его не надо вершковать, он сам заканчивает свое это. И начинают вот наливаться вот эти кисти. Наливаются они, наливаются, но разный вес, он может быть и до одного килограмма. Но я никогда не нормирую, то есть я лишнее не удаляю. Если оставлять 2-3 плода, то он может быть килограммовый. Но обычный его средний вес 400-500 граммов. Это вот обыкновенный такой, вот плоско-округлый бифтомат на разрезе мясистый. Вкус, особенно если у вас будет солнечное лето, теплое, вкус томатный, сладкий, немножко с кислинкой. Вот обычный такой традиционный томат. Но именно вот я говорю, что он пригодится тем, у кого нет возможности поставить теплицу. Потому что сейчас это дорогое удовольствие. Ну, впрочем, и всегда было дорогое удовольствие. Не все могут следить за теплицей. Он очень неприхотлив. Он очень неприхотлив. Он не боится вот этих вот наших сибирских длительных вот таких периодов похолодания. Ему все равно. Он будет свести. Он будет завязывать плоды. Плоды будут наливаться. Они будут спеть в любой погоде. Он выведен специально для сибирского региона. И если взять вот более подробную распечатку, я сейчас вам даже прочитаю, не буду своими словами, прочитаю вот это расширенное описание этого сорта. Если вы возьмете подробную распечатку в интернете, то тут написано, сейчас скажу, подождите. Вот, среди подобных сортов, ну, имеется в виду, стоит выделить бердский крупный, который является одной из лучших работ селекционеров Сибири. Он даже называется во многих статьях лучшим вот таким сибирским, потому что он приспособлен к Сибири. Он недаром называется бердский крупный, потому что под Новосибирском город Бердск, наверное, в честь этого города может быть что-то связано. Если честно, так настолько глубоко я туда в него не углубилась, я знаю все, что мне нужно знать. Подвязка к опоре обязательно, и пасынкование тоже нужно делать, но из-за того, что он невысокий, из-за того, что вот все это происходит очень быстро, вы получите ряд преимуществ. Вы пасынки вот какие лишние уберете, больше он уже не образовывает. Он вот метр-метр двадцать вырастет и начнет наливать свои огромные. У меня есть фотография, ну к видео, по-моему, есть фотография, если вы не поленитесь, найдете. Он весь увешан этими огромными плодами. И все, не надо никакой теплицы, получите спелый, красный, мясистый, крупный томат. Все. Так, может я что-то сказала еще? Ой, забыла еще сказать. А, ну для свежих салатов подходит, для консервации. Ну это все так, 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 ну больше и сказать нечего. Просто единственное, я хочу заострить ваше внимание, что не обязательно нужно иметь теплицу, чтобы вырастить томат и чтобы получить, дождаться его созревания на кустах, даже в сибирском регионе. Есть такие сорта, просто нужно правильно их выбрать. Раз сейчас зима, раз мы занимаемся подбором вот этих сортов, у кого холодный регион, у кого нет теплицы, у кого нет никаких приспособлений, чтобы вот как-то что-то сделать, пожалуйста, бердский крупный вас выручит. Все. В следующем видео расскажу о томате, тоже о крупноплодном, который может вызревать в открытом грунте, но за которым потребуется немножко больше ухода, чем за бердским крупным. Потому что всем известно, чтобы получить именно вот крупный мясистый томат, не всегда очень просто это сделать. Нужно иногда прилагать усилия. Все, до свидания. Но я думаю, если мы будем знать характеристики, особенности всех сортов, буду выделять вам как раз те, которые можно без теплицы вырастить, то все удачно. Главное, удачно подобрать сорт. Все. Первый год там у вас не получилось, второй год, который не хочет на улице расти, выгоняйте его. Все. Высаживайте другие. До свидания. Продолжение следует.